знаете говорят что слово семья это семья то есть семь раз я то есть я папа мама жена сестра все все-все-все в принципе наверно так и есть потому что то как я к ним отношусь это то как от я сам к себе отношусь давайте разбираться что такое семья на самом здравствуйте дорогие друзья снова рад вас увидеть в прошлый раз мы с вами обсуждали дружбу друзей и немножечко говорили о семье давайте теперь в этот раз поговорим про семью побольше что такое семья начнем с простого определения что такое семья у каждого из нас есть семья у кого-то больше у кого-то она меньше наверное посмотрев на меня вы подумали что у меня огромная семья она не огромная но они маленькая действительно так и есть есть семьи побольше как мы относимся к семье для некоторых семья это самое святое в жизни мама папа братья сестры дедушки бабушки для главнее в этом мире нет ничего если стоит вопрос между родителями семьей и работой я выбираю семью если им если нужно поехать через весь мир ради того чтобы привезти для мамы новых саженцев которые на посадят на грядке все в огороде я поеду да есть такие люди есть люди которые от нам к этому относятся совершенно наоборот и семья для них она есть она существует но это иногда даже какое-то обременение есть такие не потому что семья не дай бог не удачная и она не полноценно либо родители не вышли как родители нет все хорошо ну как бы я хочу развиваться я хочу идти вперед а папа мамой звонить им как-то знаете все такое придумал пример надеюсь никто меня за это не поругает в моей семье принято что мы созваниваемся со своими родителями раз в неделю я традиционно по воскресеньям звоню своим родителям они сейчас живут не в россии поэтому это немножко тяжелее но слава богу сегодня есть много много всяких инструментов которые позволяют позвонить и даже по видео в любой уголок земли да поэтому нет никакого как бы никакой преграды с ними связаться моя же супруга она звонит своим родителям каждый день каждый день они созваниваются и не дай бог если кто-то не ответил со второго или третьего раза это факт она переживает и так принято я всегда думал почему откуда такое правило как бы для меня достаточно раз в неделю и моим родителям тоже мы иногда просто переписываемся да там по ватсапу что все хорошо вот там присылаешь фотки детей их внуков им это прикольно и потом я понял потому что так делали наши родители мои родители звонили своим родителям тоже раз в неделю и родители моей жены звонили своим родителям каждый день так так принято и все это 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 норма поэтому как бы семья действительно это важная вещь да можно ли сказать что для меня семья менее важна чем для моей жены наверное нет я тоже люблю своих родителей она любит своих родителей но такие есть правила поэтому да действительно для кого-то семья на для кого-то семья на втором месте. Семья теперь, если просто разложить это, вот совсем просто, это такой клан, представьте себе маленький клан, есть большие кланы, то есть есть папа-мама, есть братья-сестры, есть бабушки-дедушки, идут-идут-идут, потом идет какое-то, не знаю, племя, как раньше это было совсем в древние времена, есть толпа народу, есть государство, то есть как бы есть маленькая ячейка общества, как принято называть, и потом она разрастается. Если обратите внимание, как это исторически складывалось, что семья всегда оставалась на месте, то есть менялся строй, были племена, потом это перерастало в какие-то царства, но семья, вот как основа, она всегда была. Семью никак нельзя разрубить. Теперь, это хорошо или плохо? Семья это правильно или нет? Откину сейчас все остальные мысли, что, конечно, это правильно. Просто разобрать это по кусочкам. Семья не всегда складывается хорошо, правильно? Иногда бывает, что он алкоголик, она лентяйка, ну все что угодно. Иногда семьи распадаются, в принципе, люди, к сожалению, разводятся, происходит такой момент, то есть, получается, что если люди разводятся, может быть, да ну ее эту семью? Как вообще, как эталон? Нет, не да ну. Мы видим, что она продолжает существовать, потому что есть же и хорошие результаты этих последствий, что семьи крепкие, держатся, воспитывают хороших детей. А иногда, кстати, дети не всегда получаются хорошо воспитанными. Из-за этой той же самой семьи. Иногда детей лучше всего воспитывает школа, либо там какие-то другие учебные заведения, но не семья. А семья все равно бывает. То есть, вот этот вот стержень, он существует. Дальше. В древние времена, чтобы разбить семью, делали какие-то непонятные штуковины. Как, например, забирали в армию, да? Помните, когда-то на Руси забирали на 25 лет в армию, значит, главного члена этой семьи, там, мужа. Зачем это делали? Ну, чтобы он служил, понятное дело. Но, когда человек живет в семье, им тяжело управлять. То есть, чтобы человеком стало легче управлять, нужно разбить семью. Вот это вот чувство плеча семейного, если его нет, если оно теряется, все, человек твой. Но сам человек может не потеряться. Как мы знаем, что даже если копнуть совсем-совсем-совсем в историю, когда забирали мужчин, делали из них евнухов, эти евнухи могли дослужиться до генералов. Они делали карьеру, там, да? Они жили около трона фараонов и так далее. То есть, они действительно занимали высокие посты. Но семьи у них не было. Но семья остается семьей. Да, ее можно рушить и можно ломать, но она остается семьей. И даже, посмотрите, даже у животных есть семья. Сам факт того, что даже у животных существует институт семьи, нам показывает на то, что это правильно, это логично, это должно быть. Но на чем основывается этот институт? На каком-то рационализме или какой-то предвзятости непонятно, но он нам нужен. Для чего он нам нужен? Давайте разбираться. И на чем он должен быть основан, чтобы эта семья была действительно хорошей, правильной и помогала. И нам не хотелось бы, не дай бог, от нее отмахиваться. Давайте поэтапно смотреть. Из чего может вообще создаваться семья? На первый взгляд, может показаться, что первой причиной для создания семьи это половое влечение, половые отношения, либо же, в принципе, желание появления потомства. Просто для того, чтобы появились дети. Если посмотреть на животных, то можно увидеть там чаще всего, что они так и делают. Если посмотреть на людей, нет, это не может быть первой причиной. Почему? Потому что мы видим, что иногда рождают детей вне брака. Некоторым женщинам, в принципе, не хочется себя как-то связывать узами брака, чтобы какой-то мужчина с ними жил в одном доме. Она просто хочет ребенка, и она, собственно, его заводит, и все, и воспитывает, и он получается неплохим человеком. Да и в конце концов мы видим, что половые отношения, они вне брака тоже имеют место быть. Получается, что все-таки, хотя кажется, что это может быть именно это и есть причина, но нет. Любовь, половые отношения, секс – это не первая причина. А что же, да, может являться первой причиной? Непонятно пока. Потому что мы даже видим, смотрите, бывает, что семьи, которые живут уже годами, они вместе живут уже, не знаю, больше 50-60 лет. Понятно, что у них уже нет никаких половых отношений между друг другом, но они не распадаются. Не распадаются, потому что они уважают друг друга, да, то есть получается, что есть какое-то социальное и моральное, какие-то уже этнические нормы в семье. У животных как раз-таки чаще всего таких вещей не происходит. если животное не может помочь плодиться и размножаться другому животному, свои стаи, оно уходит к другому животному. Либо оно уже живет само по себе. Люди же не разбегаются. Нет, есть такие, конечно, кто разбегаются, но по большей части нет. Получается, что на каком-то эмоциональном уровне они хотят быть вместе. Давайте разбираться, что же их связывает на эмоциональном уровне. Самое интересное эмоциональное расположение всего этого звучит так. Существует очень, знаете, романтическая история, что... Что такое семья? Семья – это мир. Всем хорошо. Он работает, зарабатывает деньги, приходит домой, видит теплый ужин, горячий на плече. Она, может быть, даже работает или не работает, приходит домой, летит домой, чтобы приготовить ему ужин. Дети приходят. Знаете, такая хорошая социальная реклама, когда дети тоже приходят с рюкзаками. Папа, папа, мама, мы получили пятерки. Бабушка выходит из двери, дедушка выходит из двери. Такой идеальный мир. Но на самом деле мы знаем, что далеко не так все происходит. Иногда люди живут в семье, и друга иногда даже ненавидят. Знаете, как писал Фрейд? В общем, поведение психоанализа. Он писал так. Если есть на свете человек, которого женщина ненавидит больше, чем свою сестру, то это их мать. Это шутка. Опять же, Фрейду не надо во всем верить. Но бывают теми, когда они ненавидят друг друга. Он не хочет идти домой. Она не хочет готовить ему ужин. Но они почему-то живут вместе. Что их заставляет это делать? Скученность. Они хотят быть кучкой. Они хотят быть вместе. Ради чего иногда они друга мучают. Но им хорошо вместе. Даже если он не хочет идти домой, но он понимает, что вот здесь, вот в этом доме в любом случае будет лучше, чем там на улице. Даже если она не хочет ему приготовить ужин, она готовит его, потому что она понимает, что ей лучше приготовить ужин ему, чем какому-то другому человеку, который она вообще не знает. И вдруг она хотя бы знает, что он любит котлеты. Вот такие котлеты. Вот столько хлеба должны быть в котлетах. И она пожарит ему эти котлеты. Он их съест. И они разойдутся в разные спальни. Но лучше она ему сделает эти котлеты, чем она приготовит какому-то Васю Пупкину, который она не знает, как он любит эти котлеты. Вдруг ему не понравится и начнется скандал с скандалом. И вот они вместе, вот они живут. Они как-то вместе там варятся. У них есть вот эта скученность, если это можно назвать. Откуда эта скученность? Зачем она этому нужна? И почему она нужна? И почему люди это терпят? Это интересно. Давайте смотреть дальше. Первая причина это того, что вы уже друга знаете. Несмотря на то, что вам может быть другом неприятно. Просто так вот вы уже знакомы и вы так живете. Вы знаете другие привычки. Второй момент очень интересный. Это вообще не чувствуется иногда. Зов крови это называется по-русски говоря. Это ваша мама, это ваш папа, это ваш муж. Даже когда вы с ним живете там 10-15-20 лет, у вас уже даже есть люди похожие друг на голову становятся. Дети появляются. Это уже общее. Хотя, если вдуматься, муж и жена, если убрать детей, они абсолютно чужие люди другу. Не важно, сколько они вместе прожили. Не важно, сколько они заработали вместе или потратили. Они абсолютно чужие люди. Но как только у них появились дети, вот этот зов крови теперь в этих детях, это что-то их объединяющее. И ты как бы не хочешь, все. И он тебя заставляет быть вместе. Да, тебе неприятно. Да, тебе тяжело. И понятно, что уже о любви даже может быть, и здесь нет речи. Но ты живешь, потому что у тебя, ты привык к этому человеку. И тебе зовет кровь быть с этим человеком вместе. Это парадоксально, но это факт. И почему эти две вещи имеют место быть в одной семье? Это вещь, которая как раз таки разделяет людей от животных. Договоренность. Мы договорились быть вместе. У каждого есть свои границы. И вот эти договоренности мы соблюдаем. Если договоренности не соблюдаются, то как раз таки семьи распадаются. Я договорилась, что ты приходишь домой в 8 вечера, не позже. На этом основании я готовлю тебе котлеты. Он приходит домой в 8 вечера, не позже. Он знает, что у него есть котлеты. Если он придет позже, он понимает, что котлет не будет. И как бы ей хорошо, нормально она с этим спокойно живет. И он понимает, что окей, все. Договорились так. Не получилось, значит не получилось. Какие претензии? Если это и родители. Тоже у родителей, тоже то же самое. У родителей детей. Родители говорят, что ты ребенок. Даже в то же самое время. Придешь не позже 11. Придешь не позже 11, ты получишь нормальное к себе отношение. Правильно? Ты прошел позже, тебя начинают ругать. Какие претензии у тебя? Тебя предупреждали. Ты прошел 12. Sorry. Все. Если этот договор существует, он соблюдается, то всем хорошо. И не важно, ссоритесь в этот момент или вы миритесь в этот момент. Любите друга, не любите друг друга, но вы живете. Вы продолжаете существовать. Ячейка семейная, она существует. И каким бы ни был этот договор интересным или интересным, он даже может меняться со временем. Особенно у мужа с женой. Пока они вместе живут, этот договор меняется. Когда у них дома дети, договор выглядит одним образом. Когда дети выпархивают из этого гнезда, договор тоже меняется. Ну, потому что как бы уже какие-то временные рамки изменяются, и мир вокруг вас тоже меняется. Но договор остается договором. Если есть договор, это вас сдерживает. Потому что у вас, помните, что есть, вы друг друга знаете, у вас есть зов крови, плюс договор, который помогает все это поддерживать. Хорошо ли это? Идеально ли это семья? Классно ли это? Посмотрим. В иудаизме, например, дорогие мои друзья, есть такой интересный момент, что когда происходит хупа, то есть обряд свадьбы, собственно, по-еврейски, муж посвящает себя, так это правильно называется, то есть он посвящает себе жену, и теперь она становится только его женой, тремя вещами. Первое, это половые отношения, тот момент, когда у них случается первая брачная ночь, это показано то, что теперь она готова быть с ним, и он готов ее взять. Второе, это кольцо, это такой знак того, что теперь все, вот она с ним, она его жена, он надевает на нее кольцо. И третий момент, это брачный договор. Существует такое понятие, что брачный договор, как правило, люди заключают, которые, знаете, другу не доверяют. Для меня это странная история была всегда, типа ты женишься или выходишь замуж, и давай на всякий случай заключим брачный договор. Стоп. Или друг друга вы любите, уважаете и доверяете, или тогда не женитесь. Если вы женитесь, так живите без этого брачного договора. Ну, в наше время мы понимаем, что есть там понятие, как совместно нажитое имущество, это все делится по-разному, но заранее записать этот брачный договор в иудаизме это пишут уже очень много тысяч лет. Зачем? И о чем там написано? Момент очень интересный. Брачный договор, он практически односторонний этот брачный договор. Там не написано никакие обязанности жены к мужу. Там в основном написано, что должен делать муж. Он должен ее одевать, кормить, все половые отношения должен исполнять. Все-все-все-все. Он и обещает, что он будет это исполнять. Что же она должна делать? Она должна отвечать им взаимности. В ответ она его жена. Но почему-то обещает муж. Можно на этом тем много шутить, может быть, потому что мужчины не сдерживают своих обещаний. Смотрите на это, как хотите, но это существует. И вот этот договор, он должен быть дома. И он настолько важен, что по еврейским законам, если жена не знает физически, где находится этот договор дома, они не имеют права ночевать в этом доме вместе. Они должны пойти в Иравинский суд и его снова написать заново. Повторное получить, то, что называется сегодня. Это очень важный документ, который ему напоминает, что он что-то пообещал ей, и ей спокойно, что она знает, что он тоже ей что-то пообещал. И она, как нормальный человек, понимает, что она должна отвечать ему взаимности. Есть договоренность. То есть этот договор, он всегда существовал. Действительно, на его основе, к сожалению, когда происходят разводы, есть выплаты финансовые, но он не нужен для того, чтобы, как вот я сказал до этого, типа, что лучше вообще не жениться, чем писать брачный договор. Этот договор, это рамки, которые напоминают всегда нам, что мы должны жить вместе, уважать друга и понимать, что есть какие-то границы у каждого из вас, у каждого из нас. Конечно же, есть тоже причина тому, чтобы, кстати, еще брачный договор придумали мудрецы для того, чтобы просто мужья не просто так, типа, знаете, женился, там, через пять месяцев, нет, а не понравилось, все развелся, нет, и плати деньги, извините, пообещал, там, все, это тоже. Но в духовном понятии, в каком-то более эмоциональном, это для того, чтобы я тебе, а ты мне, есть такое, типа, такое спокойствие, чего как раз-таки в животном мире как раз-таки и нет. Если самка не понравилась самцу, он ее кидает, и происходит наоборот. Иногда чаще всего самки съедают своих самцов, когда она, когда понимает, что он ее уже не нужен. Давайте вспомним 10 заповедей. Одна из заповедей звучит так. «Люби отца своего и мать свою». О чем это говорит? Понятно, что нужно любить своих родителей. Это, в принципе, наверное, понятная с рождения для любого человека история. Ну, папа, мама — это самое святое, их нужно любить. Но только ли лишь любить? Есть толкование, что написано, что нужно и уважать, и почитать. Что значит уважать и почитать? Во-первых, папы и мамы все разные. И папы иногда могут не понять наши взгляды на жизнь. И мама иногда может не понять наш взгляд на жизнь. Но мы должны уважать эти взгляды, ровно как и они наши. И когда мы их уважаем, когда у нас есть вот этот договор об своем уважении, вот эти рамки, то у нас есть собственная любовь. То есть, если я буду любить и только любить своих родителей, это хорошо, это здорово, классно. Но, наверное, это не то, чего от нас ожидают они, либо даже сам Всевышний. Потому что безграничная любовь и только любовь — это немножко глупость. Любовь должна быть чем-то подпитана, на чем-то основана. И не только родителей, но и братьев и сестер. У меня есть старшая сестра, намного старше меня. Если вы знаете, как мы в детстве дрались, это мама дорогая. Мы дрались так, что однажды она меня расцарапала что-то, я не помню, то ли руку, то ли ногу. Мы с ней подрались, она действительно старше меня и сильнее была меня. И я просто начал ее шантажировать. Она очень побоялась того, что родители увидят, а я же маленький ребенок, я намного младше, я любимчик. Она боялась, что родители увидят на мне какие-то следы царапин и будут ее ругать. Я шантажировал ее все время, пока мне не заросли вот эти царапины. Она покупала мне каждый день сладкую вату. До тех пор, пока однажды я забыл, что царапины уже не видны, а она вспомнила. И тогда я понял, что все, уже все бесполезно. Мы друга ненавидели просто. Я бегал за ней с ножом, с отверткой, я помню, мы бесились, это был кошмар. Сегодня, когда мы взрослые люди, у нее уже дочь подросла на третьем курсе института, мы друга обожаем. Мы созваниваемся редко и редко видимся, к сожалению, потому что мы живем в разных городах, но когда мы звоним друг другу, это классно. Мы очень взрослые люди, она намного старше меня. А что было, когда мы были детьми? Ужас какой-то. Я думал, что я буду ненавидеть этого человека всю свою жизнь. Но сегодня я ее люблю, потому что мы выросли, и так нужно к этому относиться. Я знаю все ее недостатки, она понимает мои недостатки. Она не все принимает в моей жизни, я не все принимаю в ее жизни, но мы это уважаем. Потому что, во-первых, наверное, мы стали взрослее, во-вторых, умнее мы стали все-таки. И, в конце концов, нам это никак не мешает. Ее косяки, мои косяки. У каждого есть свои скелеты в шкафу. Также нужно относиться к братьям, сестрам, к родителям, и также нужно относиться к своим супругам. Любовь должна быть, это здорово, это классно. Безразмерная любовь тоже классно, но слепая любовь нет. Задумайтесь, за что вы любите своего партнера. Если вы думаете, что вы любите его просто так, вы либо врете себе, либо врете ему. Наверняка есть какие-то вещи очень клевые, почему вы любите его, почему вы хотите быть с ним. Наверняка есть вещи, которые вы хотите просто надо бы убить. Ну потому что нельзя с этим жить. Но это же работает и наоборот. И так же работает не только с мужем и женой, так же работает и с родителями, и со всеми остальными. Но мы даем им право на эти ошибки, мы готовы. Я сейчас не говорю о каком-то смирении. Мы просто даем им возможность так ошибаться, так жить. Это такие люди. Мы даем им рамки. У нас есть договор, что да, окей, это будет. Но я готов испытывать тебе тоже хорошие эмоции. Я готов принимать. Что-то готов, что-то не очень. Это нужно обсуждать. Но есть этот договор. Важная вещь – это договор. Это рамки, которые позволяют ему быть вместе. Обязанности, семейные обязанности. Знаете, может быть это и смешно, но когда вы говорите, я сейчас говорю своим детям, все, вы убираете комнату. Это ваша обязанность – убрать свою комнату. Что они чувствуют? Ой, нет. Ну окей, начинается дележка. У меня там сын и дочь. Они начинают, нет, это ты, это кинуло ты, это кинуло ты. Мне отдавается твоя половина, это моя половина. Я им говорю, стоп, подождите, это ваша общая комната, вы ее вместе убираете. У них шок. Кидали это мы в разные места. А теперь мы должны вместе собирать. Почему? Потому что это ваша комната, вы вдвоем здесь живете. Вы ходите по этой стороне комнаты, а ты ходишь на этой стороне комнаты. Одинаково. Поэтому давайте вперед. Их эти обязанности убивают. Они в этот момент, наверное, меня тоже ненавидят. Но они как бы думают, пап, ну серьезно, зачем вы так делаете? Это все. И, ну короче, там, ну может быть, есть какая-то маленькая, детская, совсем ненавидность. Понятно, что они меня любят, да? Но в взрослой жизни тоже самое. Обязанность помыть полы, обязанность помыть посуду, обязанность приготовить есть обязанности. Кто сказал, что я это обязан? И это самое страшное, когда сегодня люди, как раз таки люди, которые не создают семьи. Почему они не создают семьи? Потому что они хотят свое я. Они хотят еще больше свое я. Они хотят показать, что я свободен в этом мире. Я никому ничего не обязан. Я хочу выйти замуж или жениться. Я это делаю. Я хочу купить квартиру и дом. Я это делаю. Не хочу, не буду. Но в конце-то концов, когда люди вырастают, кроме семьи, и друзья меняются, мы с вами это уже знаем, то ты понимаешь, что как бы у тебя может быть все вокруг тебя, но у тебя нет человека, который тебе даже некому в спину погрызть. В конце-то концов. Должен быть хоть кто-то, кто должен на тебя смотреть. И он такой же тяжелый, он также мирится с твоими недостатками, как и ты с его. Это нормально. Так это работает. У вас есть договоренность. У вас есть договор. Обязанности меняются. Обязанности пропадают. Они появляются вновь. Они приобретают какую-то другую форму. Но они есть. Мир без этого существовать никак не может. Мы все-таки с вами не животные, чтобы бросать своих партнеров или перестать общаться со своей семьей только потому, что они вам теперь не нужны. Нет. Мы с вами люди. У нас есть зов крови. У нас есть история, которая нас общая и вместе объединяет. К сожалению, все больше и больше сегодня семейное понятие исчезает. Семья, она как-то так. Я готов завести семью позже, еще позже, еще позже, еще позже. Но, знаете, у меня есть много знакомых, которые поженились в 30-35 лет. И сегодня их детям меньше, чем моим детям. Они смотрят, думают. Они говорят мне, ты знаешь, Мойша, тут все-таки, что так поздно? Зачем мы это делали? По большому счету, я готов был создать семью еще 10 лет назад. Окей, некоторые там, я сейчас хочу заработать на квартиру. Я хочу как-то, не знаю, найти хорошую работу. В этой жизни устояться. Но что мне мешало 10 лет назад это все сделать? Ничего. Потому что есть люди, которые 25 лет все это делают. Понятно, что все по-разному. Понятно. Но они понимают, что нет никакого смысла это все отодвигать. Семья, она не идеальна. Семья, она иногда больна. Но она нужна. Потому что без нее ничего не получится. В любом случае, каждый из вас хочет, чтобы у вас был дом. Люди, в котором вы будете приходить домой, будут вас встречать. Я хочу вам пожелать только одного. Нет универсального никакого понятия. Но семья должна быть. Я хочу пожелать, чтобы каждый из вас имел вот этот уголок, этот дом, в который бы хотелось бы приходить. И он знал, что если ты придешь сегодня в 8 часов, то ты получишь свои котлетки. Только нужно получать их с улыбкой и с радостью. До новых встреч!